Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня опять на моем канале в гостях Оля! И сегодня будет такое необычное видео на моем канале, просто вообще впервые. Это тег о дружбе, и давайте начинать. Ну, а перед началом этого видео вы должны поставить видео на стол и подписаться на мой канал. Представляешь, 86% моих зрителей смотрят мои видео без подписка. Ну, а это как-то не по-лицки, потому что человек старается, пытается не снимать для вас видео, а... Как-то обидно. Да, наверное, получается. Ну, что, надеюсь, вы уже в это время... Избираетесь? Вы в это время уже поставили на стол и быстренько подписались, вернулись к нам. И сейчас мы хотим продолжить, потому что в этом видео мы будем рассказывать все о нашей дружбе. О том, что мы познакомились, о том, что мы думали друг о друге. Да, первое впечатление просто. Да, о том, что когда мы с вами здесь, я помню. Была воля друг к другу, руки, ноги, ба. Да, да. Ну, и давайте начинать. Начнем с самой первой встречи. Это было 1 сентября, я пришла в новый класс. Седьмой класс. Да, это седьмой? Седьмой. Она для меня как-то дикая и ненормальная. Меня нормально встретили. Это было для меня просто шок какой-то. Меня класс нормально встретил. Потому что всегда, когда я приходила в другие классы, а я очень часто приходила из школы в школу, так получалось, что мне там только направление, куда ты перейдешься. То еще что-нибудь. И так получалось всегда, что меня встречали очень странно, потому что думали, что если я перестал в другой класс, то можно узнать, что ты такой человек, как тебя не устраивалось в прошлом классе, и ты плохо учился, в общем, и поэтому это все сказывалось на мои учебы, на моем этажении класса, на моем этажении коллектива лучше. Это все очень-очень идеально. Поэтому, ребята, если вы не учите в школе, вы очков не вспомнимаете просто как давно знающего человека, потому что тебе так тяжело. Внутри переходите из другой школы, там у тебя твои друзья, твои знакомые, всех друзей, которые не попадаешь. И ты просто вливаешься в коллектив, и если тебя еще не воспринимают, то это просто, наверное, какой-то... Может быть даже и... Что это, блин, я хотела сказать! Может быть, да... А, все, вспомнила. Что у человека может быть даже и депрессия из-за этого, поэтому воспринимайте их как своих друзей, и сразу начинаете знакомиться, потому что им и так тяжело. Они перешли, они покинули свои родные стены из школы и перешли в какую-то чужую. Тем более, там, обычно перед нормальным классом, если ты переходишь, да, там экзамены, и это тоже очень тяжело, и летом человек может не отдыхать. Да, и ему тут ни с того, ни с сего, так еще класс так встретил. Очень любополюдский, я бы тоже так сказала. У нас самый лучший класс! Самый лучший, да, самый добрый. Мы всех новичков восприняли. Ну, кстати, у нас в пятом классе было такое, что, получается, новички приходят, и мы их не воспринимали. Потом мы поняли, они нам рассказали, как это тяжело, и мы такие, типа, форма дебилов. И все, все и мой класс, просто все новички у нас были. Они все, кстати, остались. Вот что меня удивило, что все люди, которые приходят в класс, они все остались. Ну, конечно, да, люди, которые приходят. Ну, в общем, мы встретились 1 сентября. Да, я не знаю, я увидела колену, и все их были, да. Ну, это уже... Я просто увидела, да, я просто увидела, они быстрее, быстрее, они быстрее, 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 с геликами. Это что, одна девочка, да? Это просто... Я думаю, как-то странно, что парочка такая ходит. Они как-то... И причем, начало... Почти седьмого класса, мы с тобой практически не разговаривали. Ну, в общем, как-то... Ну, так, привет пока, что-то там обнялись, типа, здоровались, попрощались. Как со всеми. Ходили в столовую, да, там, не знаю, покушали, и все. На этом весь наш разговор оканчивался. Ну, там попросить листик, передать бумажку, это понятно, дело там. Но записок никаких не было, вот это все удивительно, потому что потом, в конце года, это просто шквал записок, просто шквал, просто, не знаю, постоянно разговаривали по WhatsApp, постоянно разговаривали по телефону, ну, просто постоянно обжаривались. Да, у меня тоже первые впечатления у меня Оля будет такая, девочка. Девочка, что? Зачем она с тобой была? Да, так еще и не подходит, не здоровается. Это было так странно, и так я похожу, такие все, и все такое смотрят. И я еще даже не знала, потому что 1 сентября я пришла, и я не помню, как было классом. Я просто не помню, как было классом. Понимаешь? И я такая статистику, мы с тем классом не стоим, или не с тем. Это что за класс? Куда пришло? Афиг? Вот. Причем, получилось так, что, если мой класс пришла, это воронители уже. Ну ладно. Да, я пришла перед сентября и залетили. Вот, потому что мама что-то была то ли у моей старшей дсестры, то ли у брата, поэтому я даже не знала кого спросить, какой класс я пришла. И когда я, я единственная видела класс, руководителя я видела, я видела учительницу по математике, по геометрии. И по-моему, Эму. Эму, да, Эму я знала. Это наша одноклассница, я вот как раз таки она мне рассказала про Олю, что-то, ля-ля-ля, ля-ля-ля, шля-ля-ля-ля, в общем-то, плавала. И еще, еще несколько наших одноклассников учились с Олей в музыкальной школе, вместе, да, и вот они тоже рассказывали, и все, и мы потом... Почему они рассказывали? Давай, я просто не знаю. Ну, просто они рассказывали, типа, ты вот, музыкальной школе, учусь, они же с тобой так не общались, по-моему, году. Дверь была очень замкнутая, в 5-й классе я обновлялась в молодых детей, тем более я переходила в музыкальную школу, я тоже с ними не с 1-го класса училась. Я перешла на пиццерлетку, когда у меня, в конце всего, должно было получиться 8 лет, когда я перешла на пиццерлетку, потому что у меня было здоровье. Мне нужно было срочно перебили на пиццерлетку, но мы еще не перешли. Пришли и повезло так, что там была Женя, Боба, по-моему, что-то еще. В общем, много ребят было. Эмма. Эмма, она не музыкальная школа. Ну я просто верю, ты что? Да, знакомых было, были люди. Но их еще, например, с Эмой пришла, потому что мне очень нравится. Еще даже понравилось. Эмма видела никого из знакомых. Я стояла сначала с Эмом, я думала, блин, люди незнакомые. Потом свою Эмма пришла. И тогда я поняла, что я пришла туда, и Эмма такая, привет. Еще мы с ней вообще не общались. Да? Ну я не знаю просто. Мы с ней не общались только перед поступлением в фильмах, потому что я ходила в фильмах и все. Время учебы. Ну, она очень не спрашивала про ребят, которые были в фильмах. Хотя я училась с их одноклассниками в фильмах. Потом я здесь с первого класса на этой школе, просто. Я обожала свой класс. И девятый класс, когда у нас половина учеников. Они когда-то классников ушли, то есть там был какой-то комитикласс для ребят. Вот это у нас у вас. Я не знаю, что это было. Ну, насколько я понимаю, это очень-очень... Как я сейчас, знаешь, с Кариной общаюсь, это что-то... В общем, терять такого человека вообще практически... Ну, все вместе там уже никогда общаться не будем. Только в встречах каких-то, да, выпускников. А так очень мало народу будет общаться, мне кажется, между собой. Ну, будет там два-три человека общаться. А так, чтобы прям весь класс собрать, это же огромное усилие должно быть. Тем более многие приходят там, учатся где-то в центре, да. Потом им нужно будет приезжать, чтобы встретиться, а они уже уставшие. Для этого понятное дело, что очень тяжело будет это все. Да. Поэтому вот они все плакали. Ну, у меня не было просто не про счастье, поэтому... Я поберегла свои слезы. Свои нервы, да. Ну, вот, и как-то... Ну, в общем, 1 сентября были очень странные чувства. Я реально, наверное, испалась такая, думаю, да я попала. Тут вроде никто не задирается, как-то... Ну, было-то и было. Иногда, знаешь, начинали сразу из-за хвоста, чего-то вообще... Типа, это просто излюбленная стука. Типа, дергание за хвост. Типа, вырывание волос... Ну, я просто изюмачиваю... Там просто изюмачиваю... Там просто изюмачиваю... Там просто изюмачиваю... Постяк год. Ну, мы начали общаться. И у нас появилась такая троица... Подожди, мы с тобой сидели на алгебре, математике. Да, мы сидели с тобой за партой. Я очень хорошо помню, это была только математика. Больше не чувствую предмет. Ну, алгебра и геометрия получают. Там была только математика. У тебя не класс, у нас была только математика. Нет, ты чё? Алгебра и геометрия были очень повешены. Кажется, 8-9 лет. А, у нас Ольга Владимировна и Владимировна. Да, только алгебра. А, и решение стандартной задачи. Ну, два предмета. Два предмета. Один предмет был раз в неделю. То есть, что-то приседали. И где-то два раза в неделю мы с тобой сидели на алгебре. То есть, три раза в неделю мы просто сидели и написали. Нам постоянно замечали. Нет, кстати, мы замечали. Мы вообще больше не болтали. Мы просто сидели. Я тебе только передапрошу, чтобы ты могла проверить, что я не видела. Вот. И нам объясняли, например, новую тему. И я такая, ну, ты понимаешь? Она такая, конечно, мы это ещё в пятом классе изучаем. Я такая, в пятом? Да. В пятом? Или всё. Я такая сижу. Она такая, записывайте, кто не знает. Я так сижу. Потом на геометрии, начало геометрии, она тоже что-то спрашивала. Что-то фигуры, по-моему, проходили. Или что-то, в общем. Ну, в общем, что-то мы проходили в пятом классе. И она такая, типа, скажи Оля. И я, типа, говорю или что-то про модули. Спроси, в общем, программу, которую мы давно-давно проходили. Я такая отвечаю. Вот видите, кому-нибудь на теорию учить. Ну, спустя некоторое время я вообще не учила. Поэтому вся алгебра и геометрия. Мне не стало просто неинтересно. Я стала заниматься музыкой. И как по математикам я стала, ну, как сказать... Плевать. Плевать. Ну, в общем, как-то так. Ну, а потом мы объединились. Плазим. Это я. Моя подруга. Моя подруга, с которой я общалась как бы еще с пятого класса. То есть мы с ней дружили все эти годы, года. И потом еще влилась на коллектив. Плевать. 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 Да. Плевать. Вот. Ну, в общем, с геометрией там все понятно. Все, что оставалось, кстати, ярко были. В Гонгер по поводу того, что разные участники. И мы понимали, в общем, программу. Потому что и в геометрии были частицы. Алгебры. А у нас алгебры были разные. Ну, слава богу, потом. Да, да. Там в году уже мэр. Хорошо, что нам нравится. Да. Это просто самым, мне кажется, лучше Чики. Там еще хорошие. Это Деньги, наверное, не очень хорошие. Ну, Светлана. Ну, давайте сейчас не будем говорить. В следующий раз. Да. Следующий будет. Ток. 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 Мы разговаривали. А потом, я помню еще один вариант по лукоману. Это мы, короче, пытались нарисовать на доске, на информатике. Помнишь? И, типа, там есть, да, там есть вариант. И, типа, ты один рисуешь, либо никто не рисует. А мы хотели вместе. И, в общем, мы решили соревноваться. Мы об этом не говорили с тобой. Мы просто решили соревноваться. Это было внутри каждого. И мы, короче, отталкивали от доски так, чтобы нарисовать другому. Это была очень пая какая-то игра. Совершенно не видя. Потому что сейчас, не знаю, мне кажется, это было в девятом классе. Это было в этом классе. То есть, это как бы, ну, вообще, типа, уму непостижения. Я даже знаю, когда это было. Это было в апреле. 22 апреля. Ну, в общем-то, любовь. И, ну, как-то, конечно, не печально. Либо я как-то... Короче, толкнула меня. А я, как всегда, удачная. Она упала об стол, в общем-то, в угол узкой стола. Ей было очень больно. Да. Я просила тебе прощения, но за счет того, я молчала. И я помню, я так обиделась, думаю, как же так, типа, мы вроде не нормально стали общаться. Мы только начинали нормально общаться, что-нибудь произойдет. Мы начали спорить чуть-чуть, мы начинали чуть-чуть лягаться. Да, и никак просто мы лягали, мы могли реально начать это общаться. Мы дели просто жизнь. Я просто думала, как Келли вообще живет. Как-то Келли живет. Просто как-то получается, что они никогда практически не соваются. Ну, не бывает, конечно, какие. Но они никогда с ними не передавались. Ну, и уже в мае, когда у меня уже канал был готов. У меня уже в полгода. И раньше нет. Ты создала канал, ты не с нами создала. Ну, я имею в виду, что потом ты не создалась. А, ну да. И вы решили написать прямо наше видео. Это было видео. И вы можете посмотреть. Посмотрите, я записывала. Да. Такое старое просто. Ну, память. Это самая первая видео. Еще у Оли на канале я записывала. Ну, я ее записывала на ее канал. Это весело я. Это, конечно, было очень весело все. Ну, знаешь, когда мы с тобой ссорились, мы не разговаривали. У нас самая такая фишка была, это мы с тобой не разговаривали. Причем это было каждый раз, когда мы ссорились. Это тупость. Я просто сейчас понимаю, что это... Обижаться из-за того, что мы толкнули друга. Хотя вот этого еще раз весить толкнули. Дружку просто не в стол. Потом обижаться за то, как ты мне палец ударила. Типа, ну что, он же шевелится, он живой. А дружба так не действует. Даже если ты будешь с гипсом ходить, зато ты будешь понимать, что это тебе сделала подруга. Как, знаете, в клипе Воробьева сумасшедшая. Там все, где они друг другу просто радости делают, но они друг другу любят и виселятся. Таким образом. Вот у нас примерно такая дружба была. Какой-нибудь школьный взрыв. Да, именно так. Мы что-то и какие-то планы у нас были. Мы, короче, какие-то учили. И что-то даже доходило до того, что мы хотели... Клав какой-то по... Зачет по общественному взрыву. Ну и... Зачет по общественному взрыву. Да, мы перешли что-то с тем, что вот именно с гляделок началась наша настоящая дружба. Такая, которая... Мы начали придумывать тему для видео. Да, часто начали снимать совместность. И с этого момента началась наша... Лучшая... Лучший момент нашей дружбы. Да, да. Может быть еще лучше, я не знаю как. Будем надеяться, потому что, если я ухожу здесь со школой, буду надеяться. Будем надеяться, что все будет по порядку. И я надеюсь, что ты не уйдешь. Не уйдешь, не уйдешь, не уйдешь. Спасибо. Визителю человека, который не хочет, чтобы я потерпела. Да. Да. И его минило, потому что они поступили. Она молилась за то, что я не поступила. Да. 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 Свечи вставила. Да. Хоть бы не поступила. Ну вот. И вот мы сейчас уже дружим, снимая с видео. Можете вставлять видео очень часто. Очень много. Четыре. Да мне кажется, что каждое видео мы, по-моему, не снимаем. Больше всего. Кроме влогов. Да. Когда мы ходим гулять, мы постоянно снимаем видео. Это просто... И сейчас случилась такая ситуация, что мы записали видео, но в итоге оно не будет. Ну, вы знаете, что так получено. Но в итоге оно не будет. Ну, вы знаете, что так получено. Все, кстати, может и выйдет. Зайдите в канал. Я не хочу вставлять одно видео, потому что это нехорошо. Нет, ты будешь это вставлять. Будешь. Будешь. Я его с вами монтировать не буду. Да я его с вами не монтировала. Просто добавлю все. У тебя нету. Ты их сохраняла? Да. Сохраняла всю историю? Да. Которую ты тоже записывала. Маме. Ну, и на этом наша история подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Она не подходит к концу. Она будет продолжаться. Она будет продолжаться. Но в этом видео пока мы закончим. Ну, мы можем еще рассказать тебе, если ты подпишешься нам. Рассказать наше продолжение. И напишешь в комментариях, что ты хочешь продолжать. Потому что там есть еще куча всяких интересных совершенно. Именно, чтобы подбираться к этим. Да. Именно моментов всяких. Не знаю, всяких пранков. Еще, кстати, расскажут про то, что нас появится еще в классе. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На Олин канал. Все это будет в описании. И я хотела бы сказать, что именно такая рубрика подходит к концу. И мне очень нравится. Она мне очень нравится. Разговорная рубрика только начинается. И слушайте, и в нашем кадре переброслите. И на этом наша разговорная рубрика подходит. у нас прибавление теперь у нас два ребенка в кадре вы понимаете да там еще третий есть но в общем на этом наши люди подходят к отцу мы всех очень любим поэтому ставьте лайки показываем все лайки ставим лайки подписывайтесь на канал жмем колокольчик и пишем комментарии до скорых встреч всем пока пока